добрый день дорогие друзья хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия крипто конференции всех тех кто сегодня присутствует этом зале и кому не безразлично будущее нашей страны на этой планеты потому что действительно криптоэкономика она пришла как однажды в историю пришли некоторые механизмы экономические она останется и будет существовать и bitcoin можно сказать пионер в этом отношении и принес очень много интересных моментов которые будут использоваться в будущей экономике мира моя тема больше степени связана именно с новой тенденцией новым трендом и хотелось бы рассказать взглянуть в будущее ну примерно на 30 лет такие планы по крайней мере мы себе ставим за 30 лет до 2048 года максимум до 50 года объем рынка новых транспортных технологий составит около 500 триллионов долларов может быть чуть меньше 300 триллионов заметьте это триста и пятнадцать нулей я вчера только зашел в интернет думаю дека посмотрю сколько же составит объем рынка биткоин да скажите кто знает сколько монет планирует выпустить bitcoin 21 миллион благодарю вас дмитрий артем артем я вчера тоже эту цифру прочитал и есть разные данные что bitcoin будет стоить миллион долларов кто-то слышал об этом слышали да вот умножаем 21 миллион на миллион получается 21 триллион долларов то есть почему я говорю именно объеме рынка новых транспортных технологий потому что сегодня скоростной интернет становится еще более скоростным мы имеем возможность общаться через континенты через страны я думаю скоро с марсом бум на общаться если туда долетят а вот движемся к сожалению очень долго я прилетел с севастополя как вот сто лет назад за сутки добирались но сейчас даже самолетом добираешься примерно 12 часов от дома до отеля и поэтому нам хочется быстрее и надежней и чтобы было безопасно так вот самый интересный момент что около 10 20 процентов распределиться между всеми участниками кто начнет двигать скажем эти новые технологии и средняя прибыль от использования этих технологий транспортный может составить например 25 процентов это около 100 125 триллионов долларов ну простая вот ремарочка сравнение внешний долг стран g20 составляет 176 триллионов это так вот чтобы понимали и если говорить о реализации сибирского холода то чем обладает скажем россия то прибыль россии больше будет чем сегодняшний ввп в 24 раза каким бокам допустим транспортной технологии и крипто системы я так называю это потому что криптовалюта она переходит сначала в крипто систему перейдет по со временем потому что если говорить о взаимодействии между пользователями нам необходима какая-то система которая может очень быстро и качественно обработать данные и дать какой-то результат так вот если говорить о новой экономической эволюции мира и какую роль именно в крипто системе и скрипта валютами займется это но может опять же сравнить рынок 500 триллионов заходностью в год около 100 триллионов и bitcoin а кстати еще дата последняя монета по калькулятору рассчитана может создаться 2146 году ну понятно сколько он к тому времени будет стоить миллион может быть еще больше никто не знает так вот если говорить о новой экономической эволюции мира без систем взаиморасчета между людьми мы не обойдемся точно так же как и без транспортной технологии и здесь нужно понимать очень важный момент вот я смотрю исторические данные тут еще не сказали что я профессиональный инвестор и являюсь не просто профессиональный в какой-то области а многопрофильный я инвестировал за 20 лет в этом году 20 лет я застал времена 90 года развала союза и был тоже инвестором в те времена учился инвестированию вернее в те времена и где предлагались какие-то предложения со словом корня инвест везде я вкладывался потом оказывалось в некоторых моментах что это были пирамиды чистой воды и вот я смотрю за эти 20 лет много чего изменилось стало все более можно так сказать прогрессивней но подходы к облапошиванию населения практически не изменились более того только позавчера я посмотрел фильм тюльпанная лихорадка можно сказать за 300 за 500 лет тоже в облапошивании людей ничего не изменилось и поэтому первое и важное которое я считаю необходимо развивать в мышлении каждого человека это образованность и знание и понимание вообще в рынке инвестиций если крипто система нам предлагает как инвестиционное предложение не нужно разбираться и в этих направлениях нужно понимать что если это высокорисковое направление начать необходимо инвестировать высокорисковые направления от двух до пяти процентов от своего капитала то есть от своего портфеля и первое на чем бы я хотел обратить внимание что сегодня ужасное не про не можно так сказать несправедливое распределение капитала около десяти процентов людей на планете владеет 90 процентами деньгами и всего лишь 90 процентов и 10 процентов денег достается 90 процентов людей создаются в разные интересные моменты я застал время форекса после 2008 года который после кризиса вот экономическая который очень сильно рос и говорили о том что чуть ли не каждая кухарка сможет поставить робота и зарабатывать на этом помните кто кто помнит эти времена вот буквально восемь лет назад да и статистику я читал потом в 2015 году что с рынка европе евразийского рынка то есть бывший советского союза ушло около одного около ста миллиардов долларов люди потеряли и всего лишь заработали примерно около одного трех процентов людей то есть это создатели брокерских компаний и кухонных можно сказать биржевых брокеров которые тогда существовали поэтому необходимо первое понимать и получать знание а просто просвещаться в области финансов инвестиций и вот как раз академия частного инвестора в 2011 году была мы создана для того чтобы привнести просвещение в массы именно по финансовой инвестиционной грамотности второе очень важно и нужно понимать что чем больше полезности человек привносит в общество тем выше общество будет его подымать но простые примеры сегодня здесь парень показывал айфон я к сожалению не люблю айфоны у меня самсунг но тем не менее благодаря стив джобсу которую полезность большую принес в общество сегодня apple почти капитализация в 1 триллион долларов то есть чем больше полезности привнес стив джобс тем выше стоимость компании его реального скажем продукта и третье потребительское общество плюс технологии они могут дать очень серьезный прогресс создания что я имею ввиду потребительское общество потребительское общество не какая-то юридическая составляющая юридическая компания а мы с вами все являемся потребителями но про приду простой пример давайте мы представим себе на секундочку что все россияне предположим являются соинвесторами газпрома и нефтяных корпораций ну представляете да если вдруг случается какой-то кризис ну к примеру человек потерял работу ему ничего страшного не будет он будет получать дивиденды то есть вот это я называю потребительские общества плюс технологии и в наше время сегодня особенно вот три-четыре года назад появилось новое такое направление как краудфайдинг крауд инвестинг краудфайдинг пораньше чуть-чуть крауд инвестинг где и люди могут получить инвестиции технологи могут получить инвестиции напрямую от каждого человека микро инвестиции крупные инвестиции я недавно общался с людьми которые создают тоже криптовалюту и они говорят ну ты понимаешь нам не хочется идти в народ мы будем значит опускаться ниже плинтуса мы сразу хотим найти такого стратегического инвестора который даст нам миллион долларов на разработку вот их не крипты блокчейна и всего остального и мне стало так смешно потому что три с половиной года занимаюсь крауд инвестингом и мы для проекта skyway собрали достаточно большую сумму денег которую за 40 лет вообще разработчик не мог собрать нет правительства не олигархов нет других поэтому все кто создает крипту вам нужно понимать что первое мы обращаемся в зал и все кто создает крипту и в этом направлении работает мы ищем на конкурсе основе и отбираем людей которые нам помогут в этом почему помогут мы собираемся создавать естественно свою крипту свой блокчейн это не означает что мы будем там лидировать в чем-то но я говорил о рынке в 500 триллионов долларов он будет однозначно хотим ли этого не хотим точно так как биткоин есть хотим ли не хотим он пришел поэтому это и очень важный момент нужно понимать что общество потребителей должно первое получать выгоды от новых технологий второе участвовать в финансовом перераспределении справедливом финансовом перераспределении не какая-то горстка людей заработает потому что что я предвижу с биткоин там скажу вам честно и выступающий кажется второй говорил мне понравилась его фраза не успел записать биткоин глобальная пирамида ну давайте правде в глаза смотреть так оно и есть как и доллар это глобальная пирамида она узаконенная конечно же но это глобальная пирамида так вот любая пирамида рано или поздно может наступить интересный момент когда она может заскамиться разницы нет так вот если есть технология в основе технологии и технология которая востребована населением планеты то эта технология будет ценность этой технологии будет расти но простой пример приведу кто работает на фондовых рынках поднимите пожалуйста руки ну или знаком какой самый ведущий индекс мировой dow jones совершенно верно что входит в основу dow jones это транспортные компании dow jones был создан когда активно строили железные дороги в соединенных штатах америки и тогда в этот индекс вошли транспортные компании и промышленные компании которые составили именно индексы индексную корзину индекса dow jones поэтому хотим или не хотим нужно понимать что есть система которая взаимообмен осуществляет между всеми пользователями то бишь потребителями нам с вами и второй момент который нужно понимать это то что если нет реальной технологии которая поддерживается всеми людьми то рано или поздно это может быть пузырь который вот передо мной выступающий хорошо продемонстрировал шариком далее если говорить о скажем почему пришел в мир скажем краудинвестинг ближайшего прошло примерно 3-4 года назад то давайте вернемся к истории 20 век он был прорывным и если появлялся какой-то разработчик я приведу пример на николаса тесли кто помнит такого уникального а кто знает николас тесла не автомобиль тесла а разработчик да который давал дешевую электричество вообще людям свет дешёвый так вот в чем особенность если крупный капитал инвестирует в разработчика и вдруг то разработка который разработчик делает не отвечает интересом крупного капиталиста он эту разработку прекращает многие знают что есть Есть технология, разработанная двигателем на воде. Кто слышал об этом? Есть даже, говорят на сибирске, наши кулибины, которые уже сделали эти двигатели, но они запрещены. В Европе, говорят, даже если ты едешь на не том топливе, которое должно лицензированное быть, могут посадить даже. В тюрьму могут посадить за это. Если же технология применяется крупным инвесторам и она может быть востребована, посмотри, какой интересный момент получается. Значит, он дает деньги ему, затем эту реализацию проекта осуществляется с этой технологией. Потом, когда реализация произошла и воспользовались все люди в мире, он выпускает ее на рынок. То есть он выпускает ее в толпу. И толпа начинает покупать и спекулировать уже теми крохами, которые достались. И если говорить о Николасе Тесле, пример с Джи Пи Морганом. Когда Джи Пи Морган полностью выкупил его, скажем, разработки, патенты и не дал дела. Почему? По одной простой причине. Джи Пи Морган владел заводами цветной металлургии. И в основе это медь, медные кабеля и медные провода. Далее, если предположить, что разработчик обращается к людям, людям, кто сколько дает, без разницы сколько. Ну, давайте простой пример приведу. Кто слышал эту историю, что Apple организовали три друга, профинансировали. Стив Джобс, Стив Возняк и Рон Уэйн. И Рон Уэйн через примерно месяц или три пришел и говорит, я хочу вернуть свои деньги, я не верю в ваше предприятие. Кто слышал эту историю? Слышали, да? Так вот, 10% тогда это 800 долларов стоило. Сегодня оценивается, ну, примерно, если капитализация под миллиард, то примерно 100 миллиардов долларов. То есть 800 долларов превратились в 100 миллиардов. Но благодаря чему? В основе реально технология и спрос, который есть у населения. Поэтому капитализация компании выросла. Поэтому, если кто-то хочет что-то разработать, ему нужны деньги для внедрения разработки, он может обратиться к людям напрямую. Сегодня через интернет свободно это можно сделать. А как я консультирую некоторых людей, которые организовывают компании, я себе задаю вопрос, ты, Игорь, не боишься фейсом торговать? Он говорит, не понял. Я говорю, ну, ты, если обращаешься к людям, ты, в первую очередь, должен сказать, что это я, беру у вас деньги, они берутся на это и показать на что. Если ты вдруг не хочешь показать свой фейс, то это первое говорит о том, что ты будешь заниматься кидаловом. Поэтому для меня, когда, как для профессионального инвестора, если человек хочет от меня получить денег, он обязательно должен показать, кто он, где он живет, вообще, кто он такой, на ютубе хотя бы несколько страничек у него в интернете, хотя бы ютуб должен быть. Если этого нет, то тут уже вопрос. Особенности разработчики всяких IT направлений, это очень интересный момент для быстрой реализации вашего проекта. И опять же, с примером компании Oculus, если вы помните, обратился на краудфандинговую компанию Kickstarter, получил за несколько часов больше миллиона долларов. То есть доказательства есть. И вот по этой технологии, скажем, по технологии краудинвестинга, который может стать в основе экономической эволюции мира, не революции, заметьте, а эволюции, может развиваться любой сектор направления экономики. Научно-производственный сектор недвижимости, образовательный, строительный, сельскохозяйственный, транспортный. Естественно, и криптосистема мировая, она может развиваться по такому же принципу. И опять же выступающий передо мной говорил, что биткоин не упадет, если все люди планеты будут его поддерживать. Если же все начнут забирать свои деньги, как происходит, когда рынок падает, то, естественно, часть людей, которые сегодня обеспечивают ликвидность биткоина, а кто-то верит, наверное, что он децентрализованный. Вот лично я с опытом 20 лет в инвестировании не верю, что он децентрализованный. Вот мы просто не верим. Если сегодня любой хакер может хакнуть, извините, там пентагонскую программу, любой банк, то уж, извините, криптовалюту можно хакнуть, как два пальца бетон. И поэтому он 100% контролируемый, он 100% централизованный. И для чего он сделан, ну еще непонятно. Действительно, может быть, какие-то блага у того вот разработчика японца, которая дать новую систему. И, как вы слышали, я задавал вопрос второму выступающему, мы сегодня нуждаемся в том, чтобы переводить большие деньги из одной страны в другую, потому что банковский сектор нам не дает это делать. То есть банковский сектор в лице финансового мониторинга, он полностью блокирует все операции. Более того, я говорил об этом три года назад, кто слышал мои видео, есть на ютубе. Говорю сейчас, что в ближайшее время вы заработаете миллионы долларов, ну, сможете на каких-то направлениях, но банк может не дать вам эти деньги и скажет, а докажи, что эти деньги честны. И Трамп недавно подписал указ о том, что если доллары находятся на счетах и в ближайший год хозяева этих долларов не докажут, что эти деньги честны, они все заберутся в фонд развития Америки. Я читал статью нашего автора одного из российского за полгода до выбора президента в Америке. И вот мы сейчас видим этот элемент. Так вот, криптосистема, она может стать такой спасательной, переходящей палочкой для реализации и внедрения новых технологий в мире. И в каких секторах еще может работать новая экономическая эволюция мира? Ну, предположим, есть альтернативная разработка каких-то технологий. Автор технологий может обратиться к людям, он может дать долю в проекте. Единственное, здесь необходимо четко понимать, что этот автор делает, какие у него заслуги и действительно ли он может это дать. И третье, нужно понимать, что это венчурное направление, а венчурное направление – это риск. А там, где рисковое направление высокорисковое, вероятность потери всего капитала. Поэтому я всегда рекомендую инвестировать в высокорисковое направление от 2 до 5%. И таким образом, любая реализация проекта может быть только лишь благодаря тому, что мы все потребители, хотим альтернативную какую-то технологию, и мы этим будем пользоваться. А если еще здесь и будет учетно-расчетная единица в виде криптосистемы определенной, то мы от этого сможем получить еще выгоды. Почему? Вот ценность биткоина, я считаю, что биткоин принес в мир, я никогда об этом, скажу честно, не задумался, что оказывается, на основании того, что мы все какие-то делаем операции в мире через какую-то систему, в данном случае через криптовалюту биткоина, он может расти в цене. То есть вот это, конечно, ноу-хау, и для меня, как для инвестора, это стало открытием примерно полгода назад, что благодаря вот этой технологии блокчейн можно действительно повысить стоимость единицы взаимообмена между людьми. И если говорить о реальном секторе экономики и какие компании уже сегодня есть, их уже больше 15-20 компаний, которые в этом направлении работают. Почему мы называемся Skyway Invest Group? Потому что мы финансируем именно разработку струнных технологий юнитского именно компании Skyway. Когда мы три года с половиной назад только начали финансировать этот проект, о нас говорили, что мы пирамида, мы скам, мы соскамимся, о нас там писали многие блогеры, но прошло три с половиной года. Я сейчас покажу в виде то, что мы сделали. То, что сделали люди простые. Так вот, сегодня мы стоим на пороге перехода в шестой технологический этап. И если говорить о пятом технологическом, это эра интернета, это эра, скажем, кремниевой системы, которая внедрилась в нашу жизнь, хотим или не хотим, но сегодня через интернет, вернее, все присажены на интернет. Более того, мы делаем опросы общественного мнения, наши бригады делают по многим городам. Что мы вывели? Там есть один вопрос, что бы вы хотели в новой транспортной системе? Вот как вы думаете, больше 90% людей что пишут? Вот здесь сказал, на первом ряду мой коллега, интернет, высокоскоростной интернет. Мы хотим в новой транспортной системе, где бы мы ни ездили, чтобы был высокоскоростной интернет. О чем это говорит, что мы сегодня хотим или не хотим, но воспользовались интернет-системами, и мы без них уже сегодня как без рук. Это и работа, и заработок, и все остальное. Так вот, благодаря технологии Skyway, которая может стать основой экономического развития, не только транспортные технологии второго уровня могут развиваться. Это может развиваться в строительской сфере, абсолютно новое строительство, более дешевое, чем сегодня существует. В социальных сферах, в финансовой сфере сегодня уже мы видим, что биткоин и многие крипто-системы, они поддержаны именно людьми. Да, ликвидность обеспечивают пока мы еще какие-то товарищи финансовые воротилы, но тем не менее поддерживаются людьми. В услугах и производстве, в автоматизации. Инновационная транспортная система Skyway с рынком в 500 триллионов долларов, она уже пришла. И вот то, что мы сделали за 3,5 года, пожалуйста. Ага, вот есть ролик. Я предлагаю буквально трехминутный ролик посмотреть. Я прокомментирую. Это экотехнопарк. Для чего вообще мы деньги собирали? Для строительства этого экотехнопарка, для того, чтобы представить всю миру технологию. Когда 3,5 года назад, при знакомстве с Анатолием Ильичем Ницким, я спросил, сколько лет 10 будем собирать деньги, чтобы что-то построить. Он говорит, через 3 года мы должны в 2017 году представить технологию миру. Это кадры еще прошлого года. Это реальные юнибусы, юнибайки. В прошлом году мы выставлялись в Берлине на выставке и на транс. Это Анатолий Ильич Юницкий вместе с министром Беларуси. То есть это в Беларуси и на выставке. Это 36 гектаров земли, которые мы получили от белорусских властей. И самое интересное, мы уже разогнали скорость 105 км в час городской системы далее. И сейчас закончена сертификация, первый этап именно для городской системы. Это 14-местные юнибусы, 24-местные, 2-местные, 3-местные юнибайки. Это экотехнопарк, это реальные видео. Недавно, общаясь с одним разработчиком криптосистем, я задал вопрос, говорю, слушай, а вы задумались о том, что, ну предположим, нужна будет потребность, чтобы операции в секунду было, ну примерно 7 миллиардов. Он говорит, а зачем так много? Биткоин там делает, вот мы видели, да, статистику. Visa Mastercard делает там 25 тысяч. Зачем столько много? Но когда будет, население планеты будет расти однозначно, и через 30 лет оно будет примерно 15-20 миллиардов, может быть такое, что в секунду, а мы будем пользоваться через интернет, необходимы такие системы, которые будут действительно давать без торможения, там 7 миллиардов запросов в секунду обрабатывать. Это реальный юнибус, юнибайк, вернее, двухместный. Это сделали простые люди из 170 стран. Кто-то дал 10 долларов, кто-то тысячу, есть 100. Здесь есть инвесторы, которые дали больше 300 тысяч. И мы задавали вопрос, почему к нам не заходят миллионы? И столкнулись сами с теми компаниями, которые у нас есть в разных странах, что банковский сектор полностью блокирует, когда мы переводим деньги на нашего головную компанию в Беларуси. Нам говорят, эта компания очень высокорисковая, и мы не будем рисковать своей репутацией. И мы теперь понимаем, когда подписаны контракты у нас на большие суммы, деньги не доходят, банковский сектор просто блокирует. Поэтому система блокчейна и крипто-системы, которые позволят и обеспечат переводы вот эти, они очень актуальны. И они актуальны ни сегодня, ни завтра, ребят. Они актуальны, должны были быть вчера и позавчера. Потому что, чтобы экономику двигать, ну, простой пример я вам приведу. Значит, это городские, скажем, системы. У нас есть скоростные системы 500 км в час, которые мы уже готовы будем давать в следующем году. И скоростные перевозки грузовые. Так вот, за 100 лет ничего не изменилось. Как с Дальнего Востока месяц грузы и шли, точно так они идут. Когда же у нас за сутки будут грузы идти с Дальнего Востока или с юга, помидоры, огурцы свежайшие, или с Таиланда там кокосы, ананасы и бананы. Так, здесь можно. Это визуализация, это нереально. Это визуализация Одесса, Балаклава в Севастополе. Сейчас мы участвуем в конкурсе через Северную, кто в Севастополе, может быть, был. У нас более 50 аванпроектов только по России, которые мы ждем сейчас сертификацию, документную сертификацию сразу же будем внедрять. И откуда этот рынок в 500 триллионов долларов? Это строительство вот этих вот трасс. Видео можно остановить. Давайте мы перейдем дальше, чтобы не задерживать. А, вот, да. Вкратце, почему происходит несправедливое переоспределение капитала, и 90% населения используют только те технологии, которые, ну скажем, дают нам ребята, которые я называю финансовые императоры. Первое. Они создали общность, ориентированную на разъединение и национализацию. Это раз. И то, что мы видим сегодня в мире, геополитическая система, она подтверждает этот факт. Второе. Разделение на элитарные страны, третьего, четвертого других миров. Вот я этого никогда не понимал, почему мы страна третьего мира. А они страна первого мира, хотя они сегодня живут, наверное, хуже, чем мы. И создание управления образовательной системой ориентировано на управление и подчинение системе, которое не в системе, тот враг. Сегодня тоже мы это видим. Россия не в системе Америки, она сегодня враг почему-то. Да, вот все страны, которые в ближайшее время, когда статью я читал перед выборами президента Америки, что наступит такой момент, кто жил в Советском Союзе, поднимите руки. Помните, был золотой рубль и деревянный рубль, помните? Так вот, в Америке планируется такая же ситуация. Золотой, обеспеченный золотом, доллар, и деревянный доллар. То есть тех долларов, которых сегодня много, и значит, если ваша страна не подчиняется нам, значит, у вас деревянные доллары. То есть мы тут буквально отправили им сколько там миллиардов долларов, всем, кажется, да, поддерживая их экономику американскую, наш Центробанк отправил. Но мы можем стать неугодными. И вот спасением я лично вижу, это вот эти криптосистемы, которые сегодня создаются, и те разработчики, которые уже в этом направлении работают, вам огромное спасибо, благодарность, потому что мы действительно нуждаемся в хороших разработчиках. Мы хотим найти, и кто работает в этой сфере, их может привнести. Вот видели сейчас вкратце то, что мы делаем. Обращайтесь к нам, и также можно подробно будет узнать, 9-10 у нас будет конференция, у вас в пакетиках есть наши пригласительные, и есть наш буклетик, вы можете прочитать. И хотел бы сказать, что необходимо, чтобы мы все-таки перешли безболезненно, без революции к экономической, новой экономической эволюции мира. Создание общественности ориентировано на объединение, уйти от шаблонов национальности, территориальных принадлежностей и других разъединяющих технологий. Это первый момент должен быть. Второе, понимать, что мы все люди планеты Земля, и нет не Европы и Азии, это вся одна планета. Точно так, какая разница какой-то национальности. У нас у всех одинаковые клетки, одинаковая кровь. Ну, подумаешь, там на четыре группы кровь разкинут. Но мы все люди. Подумаешь, мы разговариваем на разных языках. Нам необходимо объединяться. Я здесь не один раз слышал выступающих, что да, нам нужно объединяться не только для поддержки биткоинта или там криптосистем, а вообще, чтобы в мире мы перешли экономическую вот эту вот передрягу, потому что сегодня экономика мировая, знаете, что мне напоминает? Знаете, как крысолова делают? Кто знает? Знаете, да? В бочку вкидают 10 крыс и одна выживает. Потом ее бросают в крысиную стаю, она пожирает всех крыс. Вот сегодня экономическая система, элитарная, мировая, она мне напоминает то же самое. Кинут и все в бочку, и кто выживет. Но мы с вами можем решить очень многое, не только зарабатывая на биткоинте, когда ты его покупал по 200 долларов, а сегодня продаж за 10, но еще тем, чтобы изменять свой способ мышления. И очень быстро начинать получать знания прогрессивной личности, прогрессировать, потому что здесь вот люди говорили, что нужно быть профессионалом. Вот я, подготавливая людей, обучая и консультируя по финансовой и инвестиционной грамотности, хочу сказать сразу, любой человек может профессионально научиться управлять своими капиталами. Любой. Если ты не знаешь чего-то, ты можешь обратиться, да, к профессионалу, но ты знаешь, как его контролировать. Поэтому я за то, чтобы подготавливать профессионала и быть профессионалами. Потому что если человек есть профессионал, он поймет любую задачу, любую профессию, любое какое-то направление за очень короткий промежуток времени. Ну и в конце я хотел бы вам показать это видео, потому что у нас осталось с вами 80, максимум 100 лет. И если мы ничего не сделаем, то сколько бы биткоин тогда не стоил, наступит технологическая проблема, технологическое разрушение планеты. Тысячелетиями наша планета неизменно оставалась гостеприимным домом для всех живущих на ней, восхищая своей жизнестойкостью. 20 век был периодом, который стали называть великим ускорением. В течение жизни всего лишь одного поколения люди достигли небывалых успехов. Развитие транспорта, средств связи и других технологий привело к беспрецедентным изменениям в экономике. Население Земли с того времени выросло почти втрое. Деятельность человека, образно говоря, надорвала силы Земли, нарушив ее природные циклы. Глядя на урон, нанесенный окружающей среде, становится очевидным, что мы движемся к точке невозврата. Мы стали перед выбором, либо продолжаем уничтожать наше будущее, либо применим альтернативу, к которой должны стремиться все живущие на планете Земля. Применение действительно новых и эффективных технологий, новый жизнеуклад общества, прогрессивные и просветленные люди – это наше спасение. Новые города нового поколения, Евразия – образец нового жизнеуклада общества, живущего в гармонии и благополучии, в мире и согласии. Это новая эволюция мира. Самые большие города с абсолютно новой транспортной системой и новой инфраструктурой, где из Санкт-Петербурга до Владивостока можно будет добраться всего за 20 часов и 200 долларов со всеми доступными средствами связи и жизнеобеспечением, высокой безопасностью и комфортом. Из Москвы в Киев за 2 часа и 20 долларов. Из Москвы в Барселону за 8 часов и 100 долларов. Из Киева в Анталью за 5 часов и 50 долларов. Из Новосибирска в Дели за 12 часов и 150 долларов. Из Владивостока в Куала-Лумпур за 15 часов и 200 долларов. Из Лондона в Токио за 1 сутки и всего за 300 долларов. В этих линейных городах будут применены только альтернативные, низкие по цене и обслуживанию источники энергии и переработки, экопоселения и родовые поместья, которые дадут обществу гармоничное развитие вместе с природой. А стоимость жилья 200-300 метров квадратных не будет превышать 50 тысяч долларов, так как будут применяться новые технологии в строительстве и хозяйственной сфере производства. А если работа будет за 500 километров от вашего дома, вы сможете преодолеть это расстояние за 1 час и всего за 8 долларов благодаря новой транспортной системе второго уровня. Все это может случиться мирным эволюционным путем благодаря переходу в шестой технологический уклад, где технологии станут восполняемыми и экосодержащими, призванные служить человечеству и развитию планеты. Следующим шагом станет переход в седьмой технологический уклад, когда все вредные производства смогут вывести за пределы орбиты планеты Земля. Эти уникальные разработки Анатолия Эдуардовича Юницкого были освещены еще в 1988 году с 26 по 28 апреля в городе Гомеле на Всесоюзной конференции по безракетной индустриализации космоса. Быть этому или не быть, только будущее даст ответ. Каким оно будет, зависит от вас. Станьте частью растущего сообщества, готового менять мир к лучшему. Присоединяйтесь к нам, заполнив форму ниже, и помогите рассказать широким массам об этом проекте и возможности содействовать его реализации. На этом мое выступление все. Также хочу сказать, что со 2 по 8 декабря на Манеже будет выставляться транспортная выставка. Можете прийти и вживую посмотреть наш модель, не макет, а модели, которые реально ездят. Огромное спасибо всем за внимание. Спасибо. Если есть вопросы, я отвечу. Если есть вопросы позже, у нас есть стенд, можете подойти к нашим промо-консультантам, они вас запишут и сможете прийти в офис и получить все ответы. Андрей, секундочку, буквально есть вопрос к вам. Да, добрый день, спасибо. Скажите, вы упоминали, что будет принципиальное удешевление транспортных услуг, в том числе тех разработок, которые вы уже осуществили. За счет чего глобазово это удешевление? За счет того, что не по асфальту движется, а на подвешенных конструкциях? Или как? Можно простыми словами пояснить? Поясню очень простыми словами. Для того, почему сейчас очень дорогие транспортные перевозки, особенно скоростные. Японская система дает 500 км в час, 550, но стоимость 180 млрд за километр. Почему это происходит? Первое, нужно идеально ровный рельс, для этого нужно вынести на эстакаду, значит, это очень много бетона, очень много. И кто был в таких городах, как Дели, Бангкок, там огромные, зайдите на видео, посмотрите, огромные поддерживающие опоры. Это металл, металл, бетон. Что происходит здесь? Здесь струнный рельс. То есть, это, ну, представьте себе, труба, квадратная труба, в которую протянуты струны, трос, натянутый, и залит внутрь эластичный бетон. За счет этого опорные опоры, которые существуют, опоры там через 50 метров, они исключительно опорами существуют. А анкерные опоры, которые натяжение это делает, через каждые 3-5 километров. За счет этого металла уходит гораздо меньше, гораздо меньше уходит от ведения земли, гораздо меньше уходит бетона, гораздо меньше уходит затрат, которые сегодня несет вот железная дорога или авиатранспорт. Почему? Потому что все вот эти юнибусы, которые вы видели, они беспилотники. И здесь безопасность в чем наступает, что если мы летим на самолете, и у нас двигатель остановился, что происходит? Самолет летит вниз. Если же струнный рельс едет по струнам, мы называем это так, но это струнный рельс, то есть это головка рельса, рельс, то он останавливается и ждет, пока подойдет следующий юнибус, возьмет его, зацепится и поедет дальше. Отвезет туда, куда нужно отвезти для ремонта. И вот за счет этого идет удешевление. Значит, километр пути с инфраструктурой, с подвижным составом от 5 максимум до 10 миллионов долларов. В сравнении с японцами это в 30-40 раз дешевле, в сравнении с китайцами в 10-15 раз дешевле. Если сравнить с Европой, которая тоже делает скоростные системы, сегодня 350-400 километров дают, но опять же это дорогие, дорогостоящие. Если это делается, ну скажем, не на эстакадах, а по равнине, значит нужно вырыть очень много земли, залить очень много бетона и сделать идеально ровный путь. Не будет идеально ровного пути, не будет большой скорости. Ответил на вопрос? Ну, сейчас подождите, я подойду. По сравнению с Hyperloop, вот известная разработка Илона Маска, это как соотносится? Спасибо. Помедленнее. Илон Маск очень хороший человек и идеи у него просто замечательные, как у всего человечества. Но Анатолий Дорчуницкий работает уже 40 лет в этом направлении. То есть он знает все об этом и начинал с того, о чем говорит сейчас Hyperloop, то есть сделать вакуумную трубу и в вакуумной трубе все это возить людей. Но это очень опасно для людей. Это небезопасно. Это раз. А второй момент. Для того, чтобы была вакуумная труба, необходимо, ну, что такое разреженное пространство, разреженный вакуум? Он сжимает, как консервную банку металл. И идея скоростной системы Илона Маска хороша, но я надеюсь, мы скоро к нему дойдем и покажем ему Skyway, и китайцам, и многим другим нашим конкурентам, потому что многие думают, что мы конкуренты. Мы не конкуренты. Мы можем партнерами со всеми работать. Потому что идея Юницкого, он тоже может дать 1200 километров, но чуть позже, когда он сделает разреженное пространство. И самое ценное, строительство. Строительство наших дорог сегодня, Анатолий Дальевич Юницкий разработал технологию, где будут строиться 1000 километров за один месяц. Это роботосистемы будут полностью, и роботизация, естественно. Но тем не менее, к этому мы придем. И вот, если говорить опять же о гиперлупе, о скайтрене, который делается в Израиле, это всего лишь покаместь их идей. Когда мы выставлялись на Инотрансе, мы привезли свои модели. Юнибус 14-местный, Юнибайк двухместный. Реальные модели, которые поехали потом, встали в экохнепарк и поехали. А они привезли макеты картонные. Ну и очевидные реальности. Поэтому, чтобы им сделать то, что делаем мы, ну, потребуется хотя бы лет 5-10, это минимум, а то и больше. Но идеи одинаковые, скажу сразу. И знаете, в чем ценность, дорогие друзья? Вот я считаю, нам повезло всем. Потому что Анатолий Дальевич юнистский русский ученый и разработчик. Нам с вами фартит, потому что мы имеем возможность сейчас получить эту информацию и воспользоваться. И когда мы сейчас в Италии, вот я был в Италии, в Милане, один из спикеров, который давно спикером работает во многих компаниях нетворка, и он 3 года назад эту идею себе откинул, когда к нему пришел знакомый, говорит, ой, я 3 года назад это слышал. Он говорит, а что ты не стал, не поддержал, не стал инвестором? А он говорит, так это русские, что русские разве что-то могут делать? Но мы уже сделали. Он говорит, ты посмотри, что уже сделано. Поэтому нам с вами, как говорится, знаете, вот моя такая мечта в ближайшие 2 года сибирскую магистраль, но уже SkyWay, Санкт-Петербург, Владивосток. Двумя путями. Вот этим путем, который он и есть, и северный путь через Норильск, через Пермь, через Красноярск и по северу Байкала на Охотское море, ну скажем, на остров Сахалин. Потому что, ну мы в этом нуждаемся, и это прорывная технология, которая нужна. Вот как технология блокчейна, она прорывная. Точно так эта технология важна, и система блокчейна, вообще система крипто, валют, она сможет обеспечить вот эту вот технологию в том, чтобы она работала безукоризненно. Потому что, представляете, сколько нужно юнибусов будет, и где нужно будет подавать сигнал, чтобы они ездили без аварий, чтобы они друг на друга не наезжали. А это сколько нужно будет сделать работы. Поэтому мы обращаемся ко всем, кто разрабатывает блокчейны, криптовалюты. Приходите к нам, будем общаться, будем беседовать, и те, кто действительно что-то стоит, мы будем с вами работать и будем взаимодействовать. Может быть, каким-то образом партнерским, а может быть в штате. Все, дорогие друзья, спасибо за внимание.